Всем привет, это канал На Пульсе, с вами ваш док Игорь Игоревич. Сегодня у нас очень интересная тема, это микробиом человека, то есть бактерий, который населяет наш с вами кишечник. Функции, что будет, если нарушается этот баланс бактерий, ну и вообще, как его поддерживать, то есть вот такая большая тема. Итак, желудочно-кишечный тракт, это, скажем так, пограничная зона между внешней средой и внутренней средой. И он наполнен пограничниками, бактериями, которые стоят на страже нашего здоровья и помогают нам с перевариванием пищи, не дают развиваться аллергии и помогают иммунитету. Это уникальное сообщество, наш, так сказать, местный бактериальный квартал, называется микробиомом. Сюда соваться чужеродным бактериям опасно. У каждого человека микробиом уникален и неповторим, то есть нету двух одинаковых микробиомов у двух разных людей, даже если это близнецы. Это подобно отпечаткам пальцев. С возрастом микробиом, как и любой орган нашего организма, инволюционирует, то есть претерпевает возрастные изменения, дегенеративные изменения, снижается его многообразие, снижается его способность хорошо функционировать. Также изменение микробиома наблюдается при многих заболеваниях, не только при заболеваниях кишечника. Бактерии, благодаря сообществу, способны помогать друг другу, защищать друг друга, выживая в самых экстремальных условиях. Поэтому организм сдерживает микробиом, чтобы он слишком сильно не разрастался, но полностью его не уничтожает. И кишечник никогда не бывает стерильным, в нем всегда живут бактерии. Так и живем в любви, в дружбе, в процветании с нашими милыми бактериями. Микробиом сформировался в процессе эволюции. Например, жвачные животные используют свои бактерии для переваривания целлюлозы, которая так бы ни за что бы не расщепилась. Посмотрите, здесь изображен тонкий кишечник, тонкая кишка. А вот это более темным цветом, синим цветом, это толстая кишка. В тонкой кишке она идет сразу же за желудком, и в ней наш организм, так скажем, больше обращает внимание на то, чтобы сдерживать рост бактерий. Почему? Потому что здесь идет переваривание, здесь идет всасывание основных питательных веществ. В толстой же кишке, вот она изображена, здесь формируется кал. Здесь всасывается вода, микроэлементы, и сюда доходят те вещества, которые не переварились, которые не всосались, и которые, так скажем, не жалко отдать нашим любимым друзьям бактериям. Поэтому организму выгодно, чтобы именно в толстой кишке было больше бактерий, чтобы, может быть, они часть этих веществ переработали, и еще можно взять с них дань, взять с них налоги, так скажем, и часть вот этих веществ организм еще получит в процессе переваработки бактериями. В тонкой кишке организм их сдерживает, чтобы они сильно не разрастались и не забирали питательные вещества у организма, полезные какие-то вещества, которые нужны организму самому. То есть вот такая вот умная система. Бактерии живут у нас во всем желудочно-кишечном тракте, начиная от полости рта, глотки, пищевода, в желудке, в двенадцатиперстной кишке, в тонкой кишке, ну и наибольшая часть, конечно, в толстой кишке. Бактерии, которые живут в желудочно-кишечном тракте, они живут и размножаются в просвете, то есть в центре. И ни в коем случае не на стенках, они не прилипают к стенкам, они не размножаются на стенках. Это очень важно, потому что бактерии отделены от стенки желудочно-кишечного тракта с помощью слизистого барьера. И также организм их сдерживает различными веществами. Хеликобактер пилори, она может жить в желудке, образуя биоплёнки. Эти биоплёнки, они крепятся к стенке желудка, вызывая воспаление. Это может быть обычный гастрит. Если воспаление более серьёзное и более глубокое, формируется нарушение слизистой этой эрозии. И если ещё глубже, то формируются язвы. Обязательно посмотрите мою лекцию по лечению хеликобактер пилори, гастрита, народными средствами. Что такое биоплёнка? Биоплёнка – это, скажем так, сообщество, я бы сказал, даже банда бактерий, которые вместе держатся друг за друга, они защищают друг друга, они выделяют вокруг специальные вещества для защиты от иммунитета, от всяких физических воздействий, от антибиотиков. Очень плохо антибиотики действуют на биоплёнке. Я об этом тоже рассказывал в своём видео, если хотите, посмотрите, ссылка появится на экране. И бактерии, образующие биоплёнки, они очень живучие, они очень устойчивы и к иммунитету, и к антибиотикам, и к любым факторам. Как их победить? Ну, это достаточно сложно, и опять же, об этом я рассказывал в видео по биоплёнкам. В тонкой кишке, в толстой кишке бактерии, вот они бактерии, они отделены слизистым барьером, вот вы видите здесь такой просвет, а вот стенка кишки. И, как вы видите, они не соприкасаются, и бактерии не прилипают, они не образуют биоплёнки, они не входят в стенку кишки, и тем самым вот это вот здоровая картина. Когда бактерии по какой-то причине преодолевают этот барьер, то ли проблемы с барьером, то ли бактерий слишком много, допустим, в тонкой кишке, они прилипают к стенке и вызывают воспаление, повреждение стенки, вплоть до проникновения даже в кровь и распространению по организму, вплоть до сепсиса. Это синдром избыточного бактериального роста, это болезнь крона, это энторит, то есть воспаление тонкой кишки, острый, хронический. Как я уже говорил, толстая кишка – это конечный отдел нашего с вами кишечника, желудочно-кишечного тракта. Здесь формируется кал, здесь всасывается вода, микроэлементы, и здесь бактерий много, и они расщепляют нерасщепляемое. То, что кишки расщепляли-расщепляли, да не выращепляли. Ну да, как-то так. И при этом бактерии образуют важные для нас с вами компоненты. О том, что они образуют, какие витамины, микроэлементы, короткоцепочные жирные кислоты, чуть-чуть попозже. В кишечнике каждого человека насчитывается, ну и по одним данным от 300 до 1000 видов бактерий, по другим от 3000 до 5000 разных разновидностей бактерий. Не разных бактерий, а разных разновидностей. А бактерии у нас в сумме примерно, ну, считается 39 триллионов бактерий в кишечнике каждого человека. И теперь вы понимаете, что когда делается анализ кала, где проверяется там на 30, ну, максимум на 40 разных бактерий, а их, ну, от 300 до, может быть, 5000 видов, ну, вы понимаете, насколько этот анализ, ну, скажем так, очень сомнительный. Ещё и нормы какие-то есть, что вот этих бактерий должно быть столько, этих столько, этих вот, там, не должно быть. Ну, я же вам сказал, что очень это индивидуально, микробиом у каждого человека свой, поэтому какие могут быть нормы, как можно под одну гребёнку всех подгонять. Что очень важно, это поддержание именно многообразия вот этих вот разновидностей бактерий, потому что когда часть бактерий, часть разновидностей погибнет, у нас становится скудный, ну, скажем так, наш зоопарк становится скудным, и многие полезные вещества, которые нам нужны, они не будут выделяться в достаточной степени, и могут возникать заболевания. Сравнить это можно с таким вот замечательным волшебным лесом, где огромное количество всяких зверушек, таракашек, насекомых, и исчезновение любого вида этих вот, ну, любого представителя живого, естественно, приводит к необратимым изменениям экосистемы и к нарушению общего баланса, появлению вот таких вот монстров и появлению заболеваний. Бактерии, которые считаются патогенными, злыми, которые вызывают заражение крови, гнойную инфекцию, поражение сердца, газовую гангрену, например, это кишечная палочка, бактериоиды, энтериококи, клостридии, они спокойно себе живут в кишечнике, не вызывая никаких проблем. Поэтому тут трудно разделить бактерии на плохие, хорошие, всё зависит от того, где они находятся, они должны находиться там, где они должны быть. То есть то, что хорошо в кишечнике, естественно, плохо в дыхательных путях, в ранах, в мочевыводящих путях. И организм, естественно, как я вам уже сказал, отделяет наших, так скажем, друзей, наших союзников, но всё-таки держит их на расстоянии с помощью вот этого вот барьера, слизистого барьера, но при этом использует их функции, их ферменты, продукты их жизнедеятельности, питательные вещества, но и кормит их. Поэтому живём в любви, в мире, в процветании, в дружбе. Так вот, если нарушается вот этот вот слизистый барьер, возникают многие заболевания. Это, прежде всего, воспаление, это повреждение стенок кишечника, что наблюдается при болезни крона, при неспецифическом язвенном колите. Также, где-то в половине случаев, при целиакии, это глютеновая, аллергия на глютен, скажем так, если просто инфекционная диарея, при дивертикулёзе, при раке кишечника, при кишечных полипах, при синдроме раздражённого кишечника. Бифитобактерии, лактобактерии, кластридии, энтерококки, это всё нормальные бактерии, но они не всегда есть в кишечнике каждого человека. То есть, они не являются обязательными, их присутствие, отсутствие, количество вовсе не говорит о том, что кишечник здоров или болен. Аллергии и аутоиммунные заболевания. То есть, это заболевания, группа заболеваний, которые связаны с дисбалансом иммунной системы, чрезмерной реакцией на что-либо или атакой собственных органов и тканей. Одной из теорий резкого роста аллергии, аутоиммунных заболеваний, болезней крона, неспецифического язвенного колита с 20 века, пытается объяснить теорию гигиены. Согласно этой теории, в раннем возрасте в организм ребенка не поступали необходимые бактерии в нужном количестве, которые должны были правильно натренировать, настроить иммунную систему. Отсюда возникают и проблемы в будущем, когда человек уже взрослеет и созревает. У него начинается аллергия, у него начинаются проблемы различные аутоиммунные. По лечению аутоиммунных заболеваний народными средствами, диетами, у меня тоже есть целый плейлист, посмотрите, если не видели. Следующая теория альтернативная говорит о том, что рост аллергии может быть связан с культурным обменом, с путешествиями, с импортом зарубежных продуктов и поступлением каких-то экзотических, неизвестных микроорганизмов. Допустим, привезли к вам что-нибудь из Эфиопии, вы поели, а в России, допустим, таких бактерий раньше не было. Дальше, детергенты усиливают моющие свойства воды, они снижают вязкость слизи, они растворяют наш с вами слизистый барьер, ослабляют его и, соответственно, бактерии начинают прилипать к стенке, вызывая воспаление. Соответственно, могут быть следы таких вот моющих средств на посуде, например, и когда человек с них ест, естественно, они могут в небольших количествах попадать в организм и тогда понятно, что будет происходить со слизистым барьером. Эмульгаторы – это другая группа веществ подобных, которые могут потенциально влиять на слизистый барьер и их более интенсивно начали использовать в пищевой промышленности с 20 века. Итак, маленький вывод. В кишечнике живёт огромное количество бактерий, кишечник никогда не бывает стерильным, но при этом эти бактерии отделены от стенки кишечной и на этой стенке ничего не живёт, она защищена слизистым барьером. И второй мини-вывод, что многие заболевания, мы не знаем, это из-за заболеваний нарушается микробиома или это из-за микробиома возникают заболевания, скорее всего, здесь какой-то происходит замкнутый круг, но многие заболевания чётко связаны с нарушенным микробиомом. Теперь немножечко о функциях микробиома. Что он производит? Он производит гормоны, он производит нейромодуляторы, он производит короткоцепотичные жирные кислоты. Вот этими вот вещами он способен во-первых подавлять рост воспалительных бактерий, плохих бактерий, так скажем, способен подавлять воспаление в кишечнике, способен регулировать функции наших с вами внутренних органов. Это не только кишечник, это нервная система, это сердечно-сосудистая система, дыхательная система, печень. В общем, он воздействует, тем самым микроорганизмы, они воздействуют на весь наш организм, и они как наш ещё один орган управления, они управляют нашим организмом, нашим, не знаю, частотой пульса, настроением, мышлением, гормональными какими-то изменениями. Производит аминокислоты, вторичные, желчные кислоты, производные серы и азота. У меня недавно вышло новое обновлённое видео по запорам, посмотрите обязательно, потому что нормальная работа кишечника обязательно, для того, чтобы не было газообразований, для того, чтобы нормально питать микробиом. Обязательно посмотрите эту лекцию. И скоро выйдет лекция по газообразованию и по отрыжке. Какие же выделяют симптомы больного микробиома? Это боль в животе, газы, пищевые аллергии, просто аллергии, запор, диарея, слизь в стуле, тошнота, нарушение пищеварения, изжога, отрыжка, ожирение, усталость, проблемы с концентрацией, вниманием, тревога, нарушение настроения, проблемная кожа, боль в мышцах, боль в суставах, несвежее дыхание, одышка, хрипы. Почему это происходит? Почему столько симптомов? И причем это не только кишечные симптомы. Да потому что микробиом, как я вам уже говорил, он регулирует деятельность многих органов и также органы могут регулировать действительность кишечника и воздействовать на микробиом. То есть это такая вот обратная связь. То есть микробиом воздействует на иммунитет, на гормоны, на генетику, на обмен веществ, на настроение и мышление. Проблемы с микробиомом могут предрасполагать к развитию многих заболеваний. Например, по поводу центральной нервной системы. Есть такое заболевание аутизм. Известно, что есть интересный такой опыт, когда мышам с аутизмом пересаживали фекалии соответственно с бактериями от нормальных мышей и у них на какое-то время полностью пропадали симптомы аутизма. Но это пока на этапе изучения. Еще один опыт по обмену веществ по весу. Связь микробиома с диареей, с ожирением, с атеросклерозом, с сердечными проблемами. Взяли три группы мышей. Все три группы были с нормальным весом. Кормили их абсолютно одинаково. Но первой группе пересадили микробиом от мыши с нормальным весом. То есть это были мыши с нормальным весом. Такой же микробиом пересадили, кормили обычно, как всех. У них остался нормальный вес. Другим мышам пересадили микробиом от мышей с ожирением. Что вы думаете? Диета тоже та же самая. Мыши у них возникло ожирение. Ну и третья группа соответственно от мышей, у которых был недостаточный вес. Пересадили микробиом и эти мыши стали худеть и у них тоже возник недостаточный вес. Итак, микробиом может нарушаться из-за приема антибиотиков, из-за плохой работы кишечника, из-за всякой химии. Если вы неправильно будете кормить бактерии, это всякие хот-доги, там, не знаю, трансжиры, постоянно мясо, вы не едите овощи, фрукты или едите неразнообразно, естественно, микробиом будет страдать. Почему? Потому что наши с вами бактерии должны хорошо питаться и питаться они должны растворимыми пищевыми волокнами, которые находят во фруктах, в овощах, различные там зерновые. Второй вид пищевых волокн это нерастворимые, они проходят транзитом, они как бы прочищают как ёршик кишечник. Хорошо ли это? Конечно, хорошо, для усиления как раз движения. А растворимые волокна, они нужны именно чтобы питать бактерии. Их нужно, о бактериях нужно заботиться, их надо кормить. Поэтому не забывайте про растворимые волокна. нужно есть разнообразие фруктов, овощей, зерновых. Одни зверушки любят допустим растворимые волокна из бобовых. Другие любят цитрусовые. Третьи любят кстати, обратите внимание обязательно на квашеную капусту. Это та же капуста, только мы даём возможность бактериям ферментировать эту капусту. То есть, она очень полезна. Но обязательно нам нужно есть разные фрукты, овощи, зерновые, бобовые. Не одно и то же всё время. Потому что если мы будем есть одно и то же, то те бактерии, которые любят какие-то другие волокна, они их будут недополучать. А волокна совершенно уникальные в разных продуктах находятся. Естественно, этих бактерий будет становиться всё меньше и меньше и меньше, и они будут погибать. А если они погибли, то восстановить их будет сложно или невозможно. Итак, вывод. И основной принцип разнообразия пищевых волокон, продуктов, овощей, фруктов, бобовых, оно приводит к разнообразию поступающих в кишечных пищевых волокон, а соответственно к питанию всех возможных видов бактерий в живущих у нас в кишечнике. Соответственно, к процветанию вот этой экосистемы богатой, со всей нужной нам фауной, к выделению достаточного количества веществ, о которых я говорил, которые выделяет микробиом, и, соответственно, к хорошему самочувствию и к профилактике многих болезней, аллергии и так далее. Они будут выделять короткоцепочные жирные кислоты, подавляя воспаление, подавляя плохих бактерий, усиливая размножение хороших бактерий, противовоспалительных бактерий, избавление от дисбиоза, восстановление нормального слизистого барьера и восстановление иммунитета, улучшение памяти, мышления, гормональной системы. Это, конечно, такое питание разнообразное, овощное, фруктовое, это не панацея, но оно может помочь в профилактике многих заболеваний и, кстати, в лечении многих заболеваний. И многим может помочь в полном избавлении от, допустим, аллергии какой-нибудь. Единственное, если вы всю жизнь ели какую-то мусорную пищу не очень полезную, фастфуды какие-то, полуфабрикаты, колбасы, колбасные изделия, то, конечно же, не стоит очень резко переходить на фруктово-овощную, цельнозерновую, бобовую диету, потому что может возникнуть газообразование, нужно дать время бактериям приспособиться, вырасти нужным бактериям и уменьшиться ненужным бактериям. То есть это может занять время, естественно, может возникнуть проблема с повышенным газообразованием, каким-то расстройством, но не отчаивайтесь. Обязательно поговорите с лечащим врачом, обсудите ваше желание перехода на такое вот питание, на такой образ жизни. Обязательно пьем воду, потому что пищевые волокна должны быть наполнены влагой, водой. Можете посмотреть лекцию о средиземноморской диете, в ней много вот того, о чем я говорил, много разнообразия, много полезных продуктов, богатых пищевыми волокнами. Ну и, конечно же, смотрите лекцию по запорам, там тоже будет и таблица, содержащая продукты с пищевыми волокнами и много полезной информации, потому что правильная работа кишечника, быстрая работа кишечника, она нужна для того, чтобы смешивать массу бактерий с пищевыми волокнами, чтобы все получили хороший доступ к питанию. Кстати, большая часть кала это, собственно говоря, сами бактерии. То есть для увеличения объема кала, для их размножения и более легкого продвижения по кишечнику нужно вот есть пищевые волокна как раз. Мужчина 74-х лет обратился к доктору с жалобами на слабость, постоянную усталость, запоры, которые появились 6 месяцев назад. При осмотре у мужчины определяется вздутый живот, бледность кожи, учащенный пульс. Что необходимо сделать? А. Рекомендовать больше двигаться и диету, богатую волокнами. Б. Назначить слабительное. С. Назначить комплекс обследований. Д. Рекомендовать прием препаратов железа. Дорогие друзья, ну запоры понятно, больше двигаться, пищевые волокна это все хорошо, но у этого мужчины нечто явно более серьезное. Особенно учитывая возраст и учитывая, что у него есть другие симптомы, такие как возникшие не так давно запоры, такие как потеря веса, слабость, бледность. То есть это говорит о том, что возможно у него анемия и возраст. Возраст такой, что повышенный риск развития, например, рака кишечника. Если опухоль растет, она может перекрывать просвет кишки, отсюда плохо со стулом становится. Плюс она может постоянно кровить, вызывать даже незаметные какие-то кровотечения, отсюда будет возникать анемия. А анемия проявляется как слабость, бледность. Поэтому здесь правильный ответ, не изменение образа жизни волокна пищевые, не назначение ослабительных, не рекомендуемые препараты железа. То есть препараты железа могут понадобиться, потому что он его теряет из-за кровотечения. Но самое главное это его обследовать, потому что здесь высокие риски более серьезных вещей. То есть правильный ответ это С. Назначить комплекс обследований будем искать у этого мужчины прежде всего рак толстой кишки. А вот они имена первых правильно ответивших на прошлую задачу. Молодцы, так держать. Горжусь вами. А теперь задача. Имена первых трех правильно ответивших появятся обязательно в следующем видео. У женщины 30 лет после приема антибиотиков возникло расстройство стула, газообразование, ухудшение общего самочувствия, слабость, раздражительность. Какое лечение для этой женщины предпочтительнее? Прием препаратов, содержащих бактерии, то есть пробиотиков. Употребление пищи, богатой разными видами пищевых волокон. С. Прием эспумизана. Д. Прием ферментов поджелудочной железы. Жду ваших ответов. Пожалуйста, если будут какие-то вопросы, обязательно их задавайте в комментариях. А я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова